35 лет организм начал реагировать на переменную погоду особенно перед дождем очень сильная слабость и тревога за полгода два раза начните делать медитация посмотрите как как вашему телу это пойдет будете набирать психическую энергию вам будет проще легче двигаться иммунитет начнет подниматься в конце концов тело начнет очищаться может быть там какая-то биологическая программа которая развивается может вы ее отпустите отцепить вот это благодарю вас за вопрос боярская катерина почему пустота во время медитации ничего не получается представить потому что вы лежите и пытаетесь представить пытаете себя расслабьтесь полностью и просто идите за дыханием пока вы в мозге вы знаете у меня даже интересного консультации которые даю да у меня правило правило всегда для всех мы все друг другу говорим ты даже если это будет там кто-то кто бы не был без разницы потому что разговаривать с мозгом нет никакого смысла и когда вы лежите и у вас не получается представить то вы представляете вы сидите для жить и и мозг работает на представлении вам надо важно снимите важность и вы просто они сами картинки будут приходить спрощение себя дерматит надо посмотреть что было у вас во время беременности прям заходите вот во взрослые вот эти моменты да то есть принятие взрослого и смотрите все свои обиды во время беременности там очень много было обид если у ребенка дерматит это раздражение на внешний мир а в два года он кроме как от беременности нигде не мог это взять приходите до уберем эдгар если я запишусь на консультации поможете убрать страх детства умерла тетя я очень сильно испугалась прошел 21 год последствия страха до сих пор приходите до нет каждый вечер зотова маргарита каждый вечер то есть вечером после медитации благодарности там или какой мне процесс будете делать до лучше вечером принимать ванну соли марс хантай медитация при пройти свои деньги жутко аллергия началась опухло лицо подскажите что это я вам рекомендую прямо благодарю что вы написали во первых нужно посмотреть где раздражение на деньги идет то есть как какой сценарий вы вытащили потом принять медитацию осознания страха и ни в коем случае не стараться пить таблетки хотя бы дня 3 побудьте в этом то есть вот отцепили какую-то программу и это очень здорово прям принимайте ванну соли вот опять же да это ваша ситуация да вы можете ну то есть как вы решите это ваше здоровье и вы ответственно за него сами да то есть захотите принимать таблетки там какие-то другие принимайте но знайте что вот вы как раз пришли в момент отцепления полагической программы это очень здорово то есть какая-то ситуация какой-то блок какой-то запрет который вызывал этот сценарий у вас от в теле отключился это правда очень здорово скажите пожалуйста кишечник болит не работает это причина какого-то страха что вы боитесь отдать посмотрите что вы боитесь отдать то есть вы сжимаете кишечник да я сжимаюсь я ничего не хочу отдать то жадность смотрите вот кишечник это жадность сто процентов желудок переживания кишечник жадность вот именно сжатие да то есть вот ничего не отдам даже то что переваривание она так так организм работа про паразитов тоже очень интересно да очень интересно паразитарка это вообще отдельная тема и там к сожалению медитациями себе не поможешь там надо смотреть травы смотреть там всевозможные моменты но это найти как это мое хобби мое увлечение и пока это точно не про психология но я бы рекомендую что медитацию осознание страха это как скорая помощь больше работает а вот осознание благодарность ясность подлинности галерея успеха это как раз вот три базовые медитации которые то есть утром вы меняете делаете по одной почетным дням галереи успеха по нечетным ясность осознанность вечером благодарности и там добавлять потихонечку те процессы которые нужны благодарность убираете и добавляете процессом ну там есть график такой вот он выстроили как как я это делаю, посмотрите, может быть вам подойдет. Не подойдет, вы можете сами выстроить себе. Только два маленьких нюанса. Между принятием ребенком и после принятия внутреннего ребенка должно пройти 20 дней. Катарсис. Это очень важно. Потому что, если вы будете делать каждый день принятие внутреннего ребенка и внутреннего взрослого, там не только заболит желудок, и вы покроетесь аллергией. То есть, энергия пойдет, она начнет открывать все ваши биологические программы, просто замучитесь их закрывать. Все должно быть постепенно, мягенько, плавненько, в комфорте, безопасно и экологично. Это очень важно. То есть, вот все должно быть мягко. Скажите, если в течение месяца снится бывший мужчина, отец дочки, это значит, почему? Что это значит? Почему он постоянно снится? Как можно это проработать, чтобы не снился? Может, это обиды не отпущенные? Давайте начнем сначала. Во-первых, он не бывший мужчина, он первый мужчина. Никогда не называйте своих мужчин бывшими. Есть первый мужчина, есть второй мужчина, есть третий мужчина, есть четвертый мужчина. Тем более, если он вам подарил дочку, он не может быть бывшим. Если он для вас бывший, то дочь ваша, Буратино, вы отрезали от нее корень мужского рода. Это, поверьте мне, не самое лучшее, что вы сделали. Для ребенка, даже не для себя. Для себя-то у вас есть мама-папа, а там он бывший. Посмотрите вот в этом направлении. Это первый момент. Почему он постоянно снится? Потому что там есть обиды на мужчин, которые вы не закрыли, как опыт. И как только вы их закроете, он больше не будет сниться. Да, это не отпущенные обиды. Как это сделать? Ну, недельку поделать. Вот я говорю, посмотрите инструкцию на сайте. Прямо зайдите, посмотрите, чтобы вот время не терять. Вы душевный, светлый человек. Благодарю, что дарите знания. Я вас благодарю. Моей дочери 30 лет. После того, как она родила двойню, 5 лет назад, начала высказывать мне обиды и очень отдалилась от меня. Хотя отношения всегда были близкими. И я не догадывалась. Я вас так, Ирина, благодарю за этот вопрос. Прямо правда благодарю. Давайте вот сначала, да, это вот то как раз, я думаю, что всем, всем, кто находится сейчас в эфире, будет это очень интересно. Когда ребенок обижается на маму, когда ребенок обижается на папу, вот там происходит очень интересный момент. там происходит травма. То есть, что такое травма? Это остановка энергии ЦИ. И в этой остановке энергии ЦИ, то есть, происходит, и ребенок начинает считать, то есть, дальше идет жизнь, да. Но обида на то состояние, где это произошло. И мама до сих пор такая, как там. Там просто у дочки обиды, которые есть. И просто, когда она пообирает их, она придет к себе, и она придет к вам. И слава тебе, Господи, если это будет так. А пока она в этих обидах, она их будет только умножать. Но я вам рекомендую сейчас простить саму себя. Когда вам это сказали, вам тоже стало очень больно. и вы начинаете ее прощать. Вы себя простите. Посмотрите в эти обиды, да. И просто простите себя. Да, вы, ваша главная задача была, у вас были свои сценарии. И вы шли по ним. И это очень здорово. Вырастили дочку. Она подарила вам двое, двух внуков прекрасных. Это же так здорово. У ребенка паразиты. В чем смысл? Как помочь ребенку и от чего? Давайте ему антипаразитарку. По-другому вы не выведите паразитов, невозможно. И чем быстрее вы займетесь антипаразитаркой, тем будет лучше. Черви, это не просто, ну, скажем так, это не просто там, черви у вас в организме. Когда вот все закисление в организме у любого человека происходит от червей. потому что они там занимаются экскрементами, да, они живые, да, они писят и какают. И закисление организма происходит от этого. А уже потом на этой кислой среде начинает расти грибок кандида. Кандида или прочий момент. И все это только от червей. Их там видов, ну, тысячи видов, всевозможных. И не все даже медицинские препараты позволяют найти этих червей. Они всевозможные. Даже космические, которые живут в этом, в головном мозге и в стволе позвоночника. Поэтому прям посмотрите, очень много интересных есть ребят на ютюбе, которые занимаются природной чисткой, там, прочими моментами, паразитами. Как это делать? Что это делать? Ну, вот, психосоматика здесь. Ну, там есть, конечно, моменты. Но вот я все-таки вот, за то, что с червями нужно беспощадно именно смотреть на них в беспощадности. Да, то есть, потому что они просто тот самый ваш биогенератор убивают. Мало того, они еще приводят вкусовые моменты. Все вот эти вот поедания сладкого хлеба, наедания себе всего этого, это уже вами руководят те самые паразиты. Ну, это так. Немножко полемики. Лена Благо. Эдгард, почему обратная сторона похвалы стыд? Типа, когда хвалят, стыд возникает? Нет. Мне нужно сделать все, мне нужно сделать все, чтобы меня похвалили. И если меня не хвалят, я себя начинаю винить. Значит, я что-то сделал не так. Меня не похвалили. Значит, я виновата. Вот это про это, обратная сторона стыда. Боюсь забеременею второй раз, потому что буду слабой. В зависимости от мужа я не хочу подчиняться никому, но хочется еще ребенка. Что мне делать? Вот здесь я вижу слово ключевое зависимость от мужа. Зависимость от мужа, что это для вас? Да, где там боль? Где вы уже себе, ну, где вы себя уже обвинили, что вы зависимы, да, или обиделись на это? Посмотрите, вот надо вот туда вот идти, вот в эту боль, и там с ней разговаривать. Вот смотрите, муж постоянно терроризирует меня и ребенка от первого брака, кричит при малейшей оплошности. Как его усмирить? С миром начинать относиться к тому, что он кричит. Не сжиматься, найти ту обиду, которая в вас. Посмотрите туда. Здравствуйте. Вот последний вопрос. А если, просто хотел уже закончить, но это серьезный вопрос. Если ребенка 4 года с рождения запоры ничего не помогает, с чем может быть связано? До, там, 4-5-6 лет, да, ребенок с пуповиной, с мамой. То есть смотрите, что вы зажимаете. Что где-то вы жадничаете. Где-то вы просто, вот надо смотреть вот в этом моменте. Где-то вы экономите очень сильно, прожимаете себя. То есть, жадность – это страх быть бедным. А зависть – это страх быть богатым. Посмотрите, вот именно там где-то будет страх быть бедным. Там где-то вот момент, что вы на себя жалеете. Вот это очень важный момент. Посмотрите, да, как это ни странно, эта работа.